Добрый вечер на часах 20.30. Время новостей на канале НЕСЕЙ в студии Ксения Митрофанова. И в начале коротко главная тема выпуска. Православные христиане отмечают крещение Господним. Сколько верующих пришли этой ночью в храмы края. И кто из известных российских политиков окунулся в Енисей? Как ощущение, как крещение? Отлично, супер! Студенты Сибирского федерального университета разработали новый проект дешевого жилья. Какую технологию они взяли на вооружение, как идею оценили строители? Любой хорошо продуманный проект, качественно исполненный, я здесь вижу его добротное исполнение, заслуживает оценки отлично, уже хотя бы потому, что он как бы есть. Туристические агентства фиксируют ежедневные изменения цен на путевки за границу. Может ли тур подорожать вдвое всего за сутки? И какие советы дают специалисты путешественникам? Никто не старается нажиться на данной ситуации. И даже те страны, которые сотрудничают с Россией на прием граждан, вполне понимают нашу ситуацию. Художник из поселка Майна в Хакасии создает уникальные панно из степного камня. В чем особенность его авторской техники и где в мире уже оценили произведения мастера? Если чайные, вам бы поверили, вообще ничего не сделано. То ли это керамика, то ли это какое-то дерево пробковое, то ли что-то еще. Как будет развиваться строительный рынок и жилищно-коммунальный комплекс в Крае в этом году? Этот вопрос сегодня обсуждали застройщики вместе с губернатором Края в рамках открывшейся архитектурно-строительной выставки. Какие крупные объекты возведут в этом году и какие задачи поставил глава региона, расскажет Ольга Тишенина. В этом году Красноярск, да и Край в целом ждет настоящий строительный бум. И дело здесь не только в возведении объектов для будущей универсиады и реставрации домов к 400-летию Енисейска. В нашем регионе, несмотря на непростые экономические условия, будут строить больше домов для переселения людей из ветхого и аварийного жилья, больше больниц, школ, садиков и особое внимание будут уделять модернизации коммунального комплекса. Что еще необходимо сделать вместе со строителями, обсудил губернатор Края. Перед тем, как ставить задачи на год новый, подводят итоги 2015-го. Строители говорят, есть повод для гордости. Несмотря на кризис, построили даже больше, чем обычно. Впервые ввели в край 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья. В лидерах Сосновоборск, Минусинск, Качинск, Березовский и Курагинские районы. За год возвели 34 детских садика. Столько не строили даже в советское время. Переселили из ветхих и аварийных домов почти 5000 человек, а в этом году планируют еще больше. В 2016 год самый большой по объему финансирования, самый большой по вводу жилья, самый большой по количеству переселяемых. И самая сложность для нас в том, что город Краснояр свою программу закончил. И нам нужно будет 92 тысячи жилья построить. Там, по-моему, 4,5 тысячи населения переселить. И это по 16 муниципальных образования. Но у нас сомнений нет, потому что в городе Ачинске ситуация идет по графику, в городе Камске идет нормально, в Лисосибирске с обережением. На встрече со строителями губернатор края подчеркивает, перед ними сейчас стоят серьезные задачи. И в нынешних экономических условиях, когда надеяться на помощь из федерального бюджета не приходится, их нужно решать по-новому. К примеру, привлекать частных инвесторов к строительству. Так в 2015-м поступили с детскими садами. Некоторые объекты возводили бизнесмены под гарантию выкупа. Виктор Толоковский говорит, эту практику нужно продолжить и при возведении школ. А также строить жилье для молодых специалистов с участием самих предприятий, заняться модернизацией коммунального комплекса и снизить его себестоимость. Кое-какие решения губернатору показывают на архитектурно-строительной выставке, которая открылась в Красноярске. Например, вот такие котлы термороботы уже есть в домах, садиках и больницах края. Это системы отопления, то есть инновационные автоматические угольные котельные, которые позволяют работать от нескольких дней до нескольких месяцев без участия человека. Они более экологичны. За счет полной автоматизации непосредственно происходит полное сжигание угля, то есть топлива, и поэтому из трубы нет черного дыма, запаха. Еще одна задача на этот год – существенно увеличить госзаказ на строительство объектов и возводить так называемое арендное жилье. В таких домах однокомнатные квартиры и гостинки сдаются специалистам бюджетной сферы по льготной цене. И, конечно, самая масштабная стройка – это объекты универсиады. Новые общежития, много на двух площадках сразу, медицинский центр и центр питания для участников универсиады. Начинаем, вот буквально, думаю, через месяц начнем работы уже в больнице скорой помощи. Там будет новый медицинский корпус, новый большой лечебный корпус. В общем, по объему, думаю, что 16-й год будет побольше, чем 15-й. Чтобы успеть построить такие крупные объекты, краевые власти даже собираются сделать быструю работу условиям для подрядчиков, чтобы те трудились на стройках по ночам и без выходных. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко, Новости. Православные христиане празднуют крещение Господне. Накануне в церквях Красноярска и края прошли торжественные службы. С полуночи в храмах всем желающим начали раздавать освященную воду. Ну и, конечно же, один из главных обрядов крещения – погружение в Иордань. Сколько красноярцев окунулись в ледяную воду и кто из известных российских политиков искупался в Енисея, расскажет Сергей Сеславин. В крещенскую ночь окунуться в Иордань на берегу Енисея пришли сотни красноярцев. Те, кто решился нырнуть в освященную воду, верят, что это даст им заряд здоровья на весь год. Из желающих искупаться выстроилась очередь, и это несмотря на 30-ти градусные морозы. Хоть и считается, что простудиться в эту ночь нельзя, тем не менее рядом с купелью дежурили врачи и спасатели. По предварительным подсчетам, за ночь по всему региону в Иордании окунулись более 6 тысяч человек. Люди переодевались в специальных теплых палатках. У многих искупавшихся эмоции, что называется, били через край. Как ощущения, как впечатления? Отлично, супер! Было супер, сейчас подожди, сейчас станет тепло, я знаю, я уже не первый раз купаюсь. Ни разу еще не болела после, на год хватает точно. Троекратно с молитвой в Иордань на берегу Енисея окунулся и депутат Госдумы Николай Валуев. Известный спортсмен, политик и общественный деятель приехал в Красноярск в составе Российской Федерации хоккея с мячом. Рассказал, что в первый раз искупался, когда ему было 28 лет. С тех пор крещенские погружения он совершает каждый год. Также гость оценил радушие красноярцев. С молитвой легче всего. А теперь нам жарко, ибо Господь нам дает силы духовные и физические. Каждый спортсмен об этом знает прекрасно, у меня не исключение. В Красноярске нас замечательно встретили, спасибо огромное. Накормили, напоили, спать уложили. Мы со всеми вместе порадовались о удачной игре в Енисея. Купание в проруби – не единственная традиция на крещение. В церквях люди набирают освященную воду. Идут с разной тарой – банками, бутылками, канистрами. Несмотря на то, что воду в храмах будут раздавать всю неделю, некоторые стремятся набрать ее именно в праздничную ночь. Используют ее по-разному. Православные люди отмечают праздник, прийти к крещению Господней. Пришла за святой водой специально сюда. Каждый год прихожу, хороню, пользуюсь, с молитвой, да. Как пользуетесь, умываетесь? Конечно. Выпиваю утром с просфоркой, с молитвой. Пью, благодарю и верую. День сегодня очень хороший, это крещение. Кто это соблюдает, тот знает все правила. Считается, что крещенская вода сохраняет свои свойства в течение всего года. И даже одной ее капли достаточно для того, чтобы самая обычная вода приобрела особые качества. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко. Новости. Красноярский край идет потепление. Уже завтра днем в краевой столице будет около 22 градусов мороза и пойдет небольшой снег. В четверг станет на градус теплее, минус 21, осадки прекратятся. В пятницу днем температура поднимется до минус 14 градусов. Еще теплее станет в субботу, всего минус 9. Правда, смог и туман, собравшиеся на Красноярском, рассеются только в воскресенье. В этот день ожидается до минус 7 градусов и подует ветер. Резко изменится погода в воскресенье и в понедельник. Тогда в дневные часы повсеместно и по центральной и по южной группе районов температура воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 10 градусов. Тогда уже пойдет снег, возможно, умеренный снег. И ожидаем усиление северо-запорного ветра до 4-9 метров в секунду. В ночные же часы также будет довольно тепло. Как изменились цены на путевки за границу и может ли стоимость тура вырасти в два раза всего за сутки? Об этом расскажем далее в выпуске. Сегодня подписан приказ об увольнении директора Красноярского музейного центра Михаила Шубского. Соответствующий документ опубликован на сайте учреждения. Сам Михаил Шубский подтвердил, что сегодня его последний рабочий день. Основание для увольнения пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса «Прекращение трудового договора по инициативе работодателя». Михаилу Шубскому выплатят компенсацию в размере трех средних заработных плат, а также компенсацию за неиспользованный отпуск. Напомню историю с увольнением. Руководителя культурно-исторического центра вышла за пределы учреждения после того, как сотрудники написали в защиту своего директора петицию. Известно также, что имя нового руководителя, возможно, объявят уже в начале февраля. До этого момента исполнять обязанности директора будет один из сотрудников музейного центра, кто именно пока не разглашается. Цены на туристические путевки растут ежедневно. Такие заявления делают представители красноярских турагентств. А клиенты тем временем жалуются, что иногда цена на путевку всего за сутки вырастает в два раза. Моя коллега Анна Московских встречалась с экспертами туристического рынка, чтобы выяснить, насколько адекватны такие скачки, куда обращаться, если цена вам кажется необоснованной. Отправиться из суровой сибирской зимы в знойное тропическое лето давно стало обычным делом для многих жителей края, да и всей России. Однако в последнее время у туристов возникает много вопросов к стоимости путевок. В отдельных случаях их цена ощутимо вырастает за считанные дни. Понятно, что растущий курс валюты неуклонно влияет на стоимость тура в неприятную для потребителя сторону. В одном из туристических агентств нам производят расчет. Если доллар станет выше на 1 рубль, то путевка может подорожать на 5-7%, максимум на 10%. Никто не старается нажиться на данной ситуации. И даже те страны, которые сотрудничают с Россией на прием граждан, вполне понимают нашу ситуацию. И поэтому в том случае, если вдруг в России резко начинает падать рубль, то цена в долларах даже немножечко уменьшается. Для того, чтобы просто стабильно держать цены, не завышать их максимально. Конечно, когда ситуация более-менее стабилизируется на российском рынке, тогда и цена в долларах чуть-чуть добавляется. Пользователи социальных сетей, в свою очередь, рассказывают о том, с какими внезапными повышениями им пришлось столкнуться. Впервые за два года представилась возможность отдохнуть, обратилась в агентство. Договорились с менеджером о туре, обозначили цену, договорились о встрече. Будучи человеком-щепетильным, на всякий случай, накануне встречи позвонила менеджеру, которая сообщила о том, что мой тур подорожал больше, чем на 25%. Это менее, чем за один календарный день. Позвонила в ряд других турагентств, с удивлением для себя обнаружив, что это единственное агентство, где произошел такой резкий скачок цен. А кто мне может объяснить цену на Таиланд? Три дня назад было 88 тысяч рублей в дешевое крыло амбассадора, а сегодня 190. Это что вообще? Крупные игроки туристического рынка удивились, узнав про такие метаморфозы с ценами. По мнению директора одного из агентств, Светланы Масловой, честными подобные изменения назвать нельзя. Либо это наглость туроператора, либо это наглость турагента. Либо они лукавят. Поэтому они сами самостоятельно, когда мы ведем беседу с нашими туристами, мы с ними работаем прямо с компьютером. То есть вот наш поисковик, мы смотрим цены, показываем, и они видят наши цены. Если турагент при беседе с туристом не разговаривает, как раньше каталог, турист-турист и сам озвучивает свою цену без подтверждения через интернет, то, значит, они слукавили. В Краевом управлении антимонопольной службы о случаях заговора среди агентств не знают. Подобных обращений к ним не поступало. Более того, с этого года, если турист считает, что его права нарушены, то ему нужно обращаться в Роспотребнадзор, в суд, либо прокуратуру. Таковы изменения в антимонопольном законодательстве. Теперь физические лица к нам обращаться в законном порядке не могут. Эта процедура отменена. Но если обращение последует от юридических лиц, то есть которые считают, что это злоупотребление каким-то образом ущемляет их и влияет на конкуренцию на рынке соответствующих услуг туристических, то эти обращения мы, конечно, будем рассматривать. В целом эксперты отмечают, насторожить туристов должна как резко скакнувшая, так и неоправданно низкая цена на путевки. Стоимость отдыха в определенном отеле на определенное количество дней у турагентов города не может отличаться больше, чем на 5-7%. Чтобы обезопасить себя, нужно не полениться и обзвонить несколько агентств, а также самому проверить информацию на сайте туроператора. Анна Московских, Алексей Гусев, Новости. Красноярские студенты разработали новый проект экономического, экономичного, быстровозводимого жилья, так называемые «Новые хрущевки». Работа заняла второе место на престижном российском конкурсе. Что стало главной задумкой, почему такие жилые дома подойдут для промышленных городов? Екатерина Погорелова пообщалась сегодня с юными архитекторами, и ей слово. Студенты архитектурного факультета Сибирского федерального университета разработали проект многоквартирного комплекса. Его уже назвали «Новые хрущевки». В свое время именно такой формат жилых домов стал прорывом в архитектуре. Проект этих жилых домов достаточно простой. Здесь всего 4 этажа и 16 квартир. Выполнены они из модульных конструкций, которые легко демонтируются. Кроме того, их гораздо дешевле возводить. Такой комплекс занимает небольшую площадь, но главное его достоинство, по мнению разработчиков, закрытый двор с одной стороны и площадка для активного отдыха с другой. Еще одна особенность – все окна в квартирах выходят в одну сторону. Подходит для такой среды, где, допустим, какие-то нежелательные атмосферные, допустим, или, ну, не знаю, загрязнения какой-нибудь район с повышенным загрязнением. Потому что у него вот эта вот сторона, где коридор, она обращена наоборот наружу, а квартира во двор. Ну, то есть, получается, некий такой отгороженный от мира такой участочек. Также архитекторы предусмотрели множество подземных переходов из одного дома в другой. Таким образом, соседи всегда смогут общаться между собой. Этот проект стал призером Всероссийского строительного конкурса. Девушкам удалось занять второе место. Студентки говорят, что работали не один месяц. Конечно, мы смотрели какие-то опыты, потому что без этого никак. Как это уже, то есть, есть какие-то проекты именно модульные, уже реализованные. И это смотрится именно как с точки зрения конструктивного. Как это и архитектура, и какие там именно наполнения функциональности, чтобы это все было взаимосвязано. Этот проект мы показали эксперту в области строительства заключения специалиста. Проект нуждается в доработке. Для Красноярска это не самый подходящий вариант. Но в других городах края им могут заинтересоваться. Любой хорошо продуманный проект, качественно исполненный, я здесь вижу его как бы добротное исполнение, заслуживает оценки отлично, уже хотя бы потому, что он как бы есть. Уже потому, что кто-то не поленился, проявил творческую мысль, инициативу. Эти студенческие работы грешат некой отвлеченностью, фантазийностью, оторванностью от действующих норм и градостроительной ситуации. То есть это скорее фантазии, нежели какие-то рабочие идеи, которые можно применять к каким-то конкретным территориям, участкам. Добавлю, что в свое время именно хрущевки стали экономичным и быстро возводимым жильем. Возможно, проектом студентов из ФУ заинтересуются строительные компании, ведь все новое – это хорошо забытое старое. Екатерина Погорелова, Алексей Овсяников, новости. В Красноярске подвели итог международного фестиваля «Волшебный лед Сибири». Какие работы удивили жюри, что вдохновило мастеров на создание ледяных шедевров. Яртехника в Сосново-Борске. Это строительные и отделочные материалы, сантехника, бензо- и электроинструмент, отопительная техника, снегоуборщики и мотоблоки. Покупай товар на 5000 рублей, выиграй 30 тысяч и другие призы. Розыгрыш 1 февраля. В рекламе по-детски меряются мобильным интернетом. Давайте поговорим об этом. Один интернет как байк быстро мчит, второй не едет, а почти летит. Третий интернет фантастический, явно всех превосходит технически. Но единственный взрослый аргумент – это низкая цена на быстрый интернет. Быстрый мобильный интернет не должен стоить дорого. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на теле 2. Тариф черный. Честно, дешевле. В Красноярске состоялась встреча экспертов в области работы с одаренными детьми. Главным участником обсуждения стал всемирно известный благотворитель и почетный гражданин города Хазре Савмен. Поддержке детей он уделяет особое внимание. За ходом встречи следила Дина Володина. Увидеть и услышать талант – это уже половина успеха. А вот задача номер два и для родителей, и для учителей – это грамотная поддержка будущих гениев. Это очень красивый. Талантный, хороший, умненький. В свой сегодняшний день Хазре Савмен начал с экскурсии в 121-й детский сад в микрорайоне Покровский. Построили его на средство мецената в 2013 году. Горожане уже успели прозвать это здание дворцом. Так и задумывалось. Но главное, что хотел увидеть здесь Савмен сегодня – это то, как воплощают в жизнь его идеи, как развивают индивидуальные способности дошкалят. И остался доволен. Самый лучший уже в детстве. В дальнейшем также надо так держать курс, чтобы всех вы удивляли своей способностью. Договорились? Да! Молодцы! Продолжился разговор уже в здании мэрии. Здесь Хазре Савмену специалисты презентовали свои проекты поддержки одаренных детей. К примеру, именитый спортсмен Евгений Устюгов уверен – чемпионом может вырастить только высококвалифицированный тренер. А значит, сейчас важно заняться образованием тренерского состава. И тогда чемпионов и в стране, и в крае точно будет больше. Нужно просто молодых специалистов отправить на обучение, пусть это будет за границей, пусть это будет Европа, пусть, не знаю, там, неважно что, хоть, не знаю, Нидерланды, там, еще что-то, Нигерия, чтобы они взяли какой-то опыт и перенесли уже непосредственно к нам. Еще, по мнению специалистов, важна особая среда, в которой развивается талантливый ребенок. Будь то искусство, спорт или наука. И такой опыт в Красноярске успешно применяют. К примеру, 20 лет существует литературный лицей, из стен которого выходят талантливые молодые люди, многие из которых, к примеру, ЕГЭ по литературе сдают на 100 баллов. А наши балетные школы, а наши музыкальные школы, а наши физико-математические школы, там всегда есть вот этот момент, ну, как бы интернатного, что ли, типа, когда закрытое учебное заведение, и ребенок оказывается в среде таких же, как он, и взрослых, занимающихся этим делом профессионально. И в этом смысле лицей Савмэна, ну, это уникальная совершенно площадка, на которой очень можно многое поделать. Многое из предложенного сегодня Хазрет Савмен одобрил, пообещав и впредь помогать родному городу и его юным жителям. Дина Володина, Максим Галат, Новости. В Красноярске наградили победителей 4-го фестиваля снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». В конкурсе принимали участие более двух десятков команд из разных стран. Чьи работы стали лучшими и как оценил фигуры глава Красноярской Тхамак Булатов, расскажет Сергей Сеславин. За несколько дней конкурса 28 команд из нескольких стран создали множество скульптур. 14 из них сделаны из снега, еще 14 из льда. Трудиться над фигурами мастера начали еще 13 января. Своё умение демонстрируют не только участники из России. Некоторые шедевры выполнены скульпторами из Индии, Китая, где снег и лед в таком количестве – большая редкость. Все скульптуры осмотрел и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. И ледяные, и все снежные фигуры, они представляют себе идею, какую-то несут себе идею, и этим они интересны. Мне кажется, наш фестиваль набирает обороты, он становится все более и более интересным, все более содержательным с точки зрения того, что в каждой из этих скульптур заложена философская мысль. Фестиваль «Волшебный лед Сибири» уже стал традиционным украшением зимнего Красноярска. Его проведение стало возможным благодаря поддержке почетного гражданина города Хазрета Савмена. Посмотреть на скульптуры приходят тысячи горожан. Конкурс приурочен к 10-му зимнему фестивалю искусств и посвящен творчеству нашего известного земляка Василия Сурикова. Поэтому одной из экспозиций стала выставка картин воспитанников детской художественной школы имени Сурикова, которая была основана самим великим художником. Но главными экспонатами стали, конечно же, ледяные и снежные скульптуры. В этом году первые места в главных номинациях взяли команды из Тувы и Якутии. Мы постоянно стремимся делать от души, чтобы все было прекрасно. Обладателями приемных симпатий являются в номинации... Стремление к лучшему – это главный стимул наш. Мы посвятили на подвесе теплой зоне Республики Тува. Для вручения специального приза... Мы пока хотели бы оказать природу, ландшафт южных степей нашей Родины. Хотя конкурс завершен, созданные мастерами фигуры останутся на набережной Енисея, чтобы продолжать радовать своей красотой горожан и гостей Красноярска. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости. Художник-камнерец из поселка Майна делает уникальные панно из степного камня. В чем сложность работы над такими картинами, где в мире уже оценили произведения мастера? Узнаете далее. В магазинах Яртехника, снегоуборщики, мотоблоги, электростанции, тепловые пушки, котлы, бензопилы и электроинструмент по доступным ценам. Купи товар на 5000 рублей и выиграй 30 тысяч. Розыгрыш 1 февраля. Здравур! Скотине давай регулярно! Яйца, мясо, молоко будут постоянно! Впервые в Красноярске! Новое захватывающее шоу! Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эти дни в Краевом центре проходят сразу две специализированных выставки. Строительство и архитектура, тех, строй, экспо, дороги. Участие в них принимают больше 250 компаний из пяти стран мира, в том числе Германии, Польши, Латвии и Белоруссии. В большом количестве представлены и новейшие разработки российских производителей. Есть и современная спецодежда для различных отраслей промышленности. К примеру, компания «Техноавиа» предлагает краевым предприятиям специальные очки, респираторы, наушники, сварочные щитки. Это далеко не полный список того, что поможет сберечь здоровье работников любого производства. Мы являемся одним из крупных предприятий России по обеспечению предприятий средствами медиальной защиты. Наша компания производит высококачественную спецодежду и спецобувь, а также является официальным дистрибьютором мировых брендов посредством медиальной защиты. Специалисты нашей компании осуществляют выезд на предприятие и совместно с специалистами техники безопасности и охраны труда осуществляют оценку рисков на предприятии и, соответственно, исходя из результатов этой оценки, подбирают средства медиальной защиты. Кроме того, на выставке в большом количестве представлена дорожно-строительная лесозаготовительная техника. Например, вот такие машины сейчас используют при строительстве Красноярского аэропорта подъездных путей к 4-му мосту. Они пользуются большим спросом у лесозаготовителей, дорожных и коммунальных служб. Мы предлагаем на данной выставке это дорожно-строительное оборудование Джон Дир, непосредственно эскалатор-погрузчик, грейдеры, бульдозеры, автопогрузчики, фронтальные погрузчики. Наши линейка сервисные обслуживаются, запасные части, автомасла, рукава – это все у нас. Художник камнерез из поселка Майна – единственный в России, кто занимается живописью по камню в авторской технике. Мозаика сибирских камней уже известна далеко за пределами Красноярского края Хакасии. Каменные пану украшают интерьеры в Австрии и Италии. Тему продолжит Ольга Максюшина. Когда я начинаю работать в камне, сначала все идет вроде как надо, то есть когда работа начинается. А потом вдруг начинаешь замечать, что она становится непохожей на то, что я себе представлял. Мозаика – достаточно трудоемкая техника для любого художника. Камнерез Сергей Карлов признается, не каждый рисунок можно перенести в камень. Порой из десяти эскизов только один подходит для создания мозаики. В одном панно до пятисот каменных деталей. Зачастую даже сам художник не знает, чем закончится работа. Материал для панно – это местные степные камни, шероховатой фактурой и неоднородной формой, со следами былых времен. Технику придумал сам, соединил элементы флорентийской и римской мозаик. А благодаря черному клею между кусочками камней сделал свои работы, не похожие на другие. Я использую максимально много камней с природными фактурами, текстурами. То есть не обрабатывая их. Вот и получается, получилась графика, такая графическая вещь, да еще с натуральными фактурами. То есть это как бы сочетание, которое дало время и опыт. Образы у художника не из интернета, они рождаются сами. Это люди, которые лишены сегодняшних проблем и живут по-другому. Мастер говорит, за 30 лет понял точно – рисую прошлое. Я пытаюсь влиться в этот процесс, потому что он потрясающе интересный. Другое дело, я считаю, что у меня еще не очень хорошо получается. Сегодня в создании каменных панно помогает супруга Галина по образованию художник. Однако, говорит, не так-то просто найти нужные камни для эскизов и перенести их на картину. Но когда начинает получаться, оторваться от дела очень сложно. – Красиво, хорошо, гармонично. Всего несколько камушек. Мы печенье так пекли однажды. Вырезали просто кусочки, обыкновенное печенье, раскатали пласт. И разговаривая, я смотрела, как Серегу выкладывают его на противень. Потом я смотрю, ну, получилась мозаика, да. Мне нужно напрягаться, а он это делает легко. За 30 лет Сергей Карлов сложил более полутора тысяч каменных картин в авторской технике. Принимал участие в отделочных работах Храма Христа Спасителя в Москве, где выполнял вместе с командой мозаичников центральную часть монументального панно для зала церковных соборов «12 апостолов» площадью почти 60 квадратных метров в технике флорентийской мозаики. Прессональных выставок у мастера было не так-то много. Несколько дней назад полное собрание работ художника Камнереза можно было увидеть в выставочном зале музея-заповедника в поселке Шушенское. Я сначала не могла поверить, вообще из чего они сделаны. То ли это керамика, то ли это какое-то дерево пробковое, то ли что-то еще. То есть ощущение от них идет теплоты и какой-то, может быть, энергетики, что ли. Оно притягивает, просто хочется стоять возле этих работ, смотреть. Сергей Карлов – участник республиканских, зарубежных и международных выставок. Его произведения украшают интерьеры общественных зданий в Москве, в городах Австрии, Венгрии и Италии. Сегодня Каменных дел мастер готовится к предстоящей выставке во Франции. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Телефон редакции новостей 236-01-36, адрес в интернете 3W-ENISEI-TV. Следующий выпуск 23.30. Я с вами не прощаюсь. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!